Впрочем, в путешествии на Снарке есть еще и другая сторона. Поскольку я живу, поскольку я хочу смотреть и видеть, а посмотреть целый мир – это немножко больше, чем посмотреть собственный городок или долину. Мы не слишком много думали о нашем маршруте. Решено было только одно. Впрочем, наша первая остановка будет в Гонолулу. А куда мы направимся после Гавайских островов, мы в точности не знали. Это должно было решиться уже на месте. В общем, мы знали только, что обойдем все южные моря, заглянем на Самоа, в Новую Зеландию, Тасманию, Австралию, Новую Гвинею, на Борнео и на Суматру. А затем отправимся на север в Японию через Филиппинские острова. Потом очередь будет за Кореей, Китаем, Индией, а оттуда – в Красное море и Средиземное. Затем предположения становились уже окончательно расплывчатыми, хотя много отдельных моментов было установлено совершенно точно. Между прочим, и то, что в каждой из европейских стран мы проведем от одного до трех месяцев. Снарк будет парусником. На нем будет газолиновый двигатель. Но мы будем пользоваться им только в самых крайних случаях. Как, например, среди рифов, где штиль в соединении с быстрыми течениями делает всякое парусное судно совершенно беспомощным. По оснастке снарк будет так называемым кетчем. Оснастка кетча – нечто среднее между оснасткой яхты и шхуны. За последние годы признано, что оснастка яхты наиболее удобна для крейсирования. Кетч сохраняет все преимущества яхты и в то же время приобретает некоторые выгодные качества шхуны. Впрочем, все предыдущее следует принимать кум грана салис. Примечание. Кум грана салис буквально по-латыни со щепоткой соли. Иронически. Конец примечания. Все это мои собственные теории. Я еще ни разу не плавал на кетче и даже не видал ни одного кетча. Теоретически, это все для меня неоспоримо. Вот погодите, выйду в открытое море и тогда смогу рассказать подробнее о всех свойствах и преимуществах кетча. Первоначально предполагалось, что снарк будет иметь 40 футов длины по ватерлинии. Но обнаружилось, что не хватит места для ванны. И поэтому мы увеличили длину до 45 футов. Наибольшая ширина его 15 футов. И трюма в нем нет. Каюта на носу, бак, занимает 6 футов. И на гладкой палубе ничего нет, кроме двух лестниц и люка. Благодаря тому, что палуба не отягощена каютами, мы будем в большей безопасности, когда многие тонны воды будут обрушиваться на нас через борт в дурную погоду. Широкий вместительный кубрик под палубой должен был сделать, возможно, более комфортабельным наши ночи и дни в дурную погоду. Команды у нас не будет. Вернее, командой будет Чармиан, Роско и я. Мы все будем делать сами. Мы обойдем земной шар, пользуясь собственными силами. Проплывем ли мы благополучно или потопим наше суденышко, во всяком случае, это все мы сделаем своими руками. Разумеется, у нас будет повар и мальчик для услуг. Зачем нам в самом деле торчать у плиты, мыть посуду и накрывать на стол? Это мы могли бы сделать с успехом и дома. Да, наконец, у нас достаточно будет дела по обслуживанию судна. Мне же, кроме того, придется заниматься и своим обычным ремеслом, писать книги, чтобы прокормить всю компанию и иметь возможность покупать новые паруса и канаты для снарка. И вообще поддерживать его в полном порядке. А потом у меня есть еще и ферма. И я должен заботиться о том, чтобы виноградник, огород и изгородь процветали в мое отсутствие. Когда мы увеличили длину снарка, чтобы выиграть место для ванной, то оказалось, что у нас еще остается немного свободного пространства, достаточного, чтобы поставить более крупный двигатель. Наш мотор в 70 лошадиных сил. И так как предполагается, что он даст нам 9 узлов хода, то значит, на всем свете не существует реки, с течением которой мы не могли бы справиться. Мы собираемся, видите ли, провести много времени внутри материков. Небольшие размеры снарка делают это вполне возможным. При входе в реку паруса у мачты убираются и пускается вход машина. Заранее намечены каналы Китая и Янцидзян. Мы проведем на них целые месяцы, если только получим разрешение от правительства. Эти разрешения от правительства, конечно, будут служить постоянным препятствием для внутриматериковых экскурсий. Но зато, если мы их получим, мы сможем увидать очень многое. Когда мы доберемся до Нила, мы отлично можем подняться вверх по Нилу. По Дунаю мы поднимаемся до Вены, по Темзе до Лондона, по Сене до Парижа, а там встанем на якорь против Латинского квартала, одним концом на Нотр-Дам, а другим на Морг. Из Средиземного моря мы поднимемся по Роне до Леона, пройдем в Сону, из Соны в Марну, Бургундским каналом, из Марны опять в Сону, и потом опять в море мимо Гавра. А когда переплывем Атлантический океан к Соединенным Штатам, можем подняться вверх по Гудзону, пройти каналом Эри в Большие озера, выйти из Мичигана у Чикаго, через реку Иллинойс и Соединительный канал, попасть в Миссисипи, и вниз по Миссисипи до Мексиканского залива. А потом еще предстоят большие реки Южной Америки. Одним словом, когда мы вернемся обратно в Калифорнию, мы уже будем знать кое-что из географии. Люди, строящие себе дома, очень часто приходят в отчаяние от всех хлопот, связанных с этим. Но если есть между ними такие, кому нравится напряжение стройки, я посоветовал бы им лучше построить такое судно, как Снарк. Представьте себе на мгновение, сколько деталей держит вас в постоянном напряжении. Возьмем, например, мотор. Какой лучше взять? Двухтактный? Трехтактный? Четырехтактный? Мои губы совершенно измучены и исковерканы невероятными терминами странного жаргона. А мой мозг исковеркан еще более странными и непривычными для него идеями и совершенно отбил себе ноги в этих новых скалистых областях мысли. Теперь зажигание. Что лучше? Магнета или зажигание вспышками? И дальше. Что лучше? Сухие батареи или аккумуляторы? Как будто аккумуляторы, но для них нужно динамо. Если динамо, то во сколько сил? Но раз уж у нас будут динамо и аккумуляторы, то смешно было бы не осветить судно электричеством. Тогда выдвигается вопрос о количестве лампочек и количестве свечей. Идея сама по себе великолепна. Однако для электрического освещения понадобятся более сильные аккумуляторы, которые в свою очередь потребуют более сильного динамо. Если же мы зашли так далеко, то почему бы не завести прожектор? Он был бы нам чрезвычайно полезен. Но прожектор поглощает так много электрической энергии, что когда он будет в действии, всякий другой свет придется выключать. Опять затруднение в поисках более сильных аккумуляторов и более сильного динамо. И когда все как будто выясняется, вдруг кто-то спрашивает, а что если мотор вдруг перестанет работать? Мы чуть не в обмороке. Мы перестаем дышать. Ведь у нас сигнальные огни, огонь, у якоря и компас, который должен быть всегда освещен. Наши жизни висят на волоске. Выходим из затруднения. Наряду с электричеством у нас будут простые керосиновые лампы. Однако с мотором еще не все кончено. Машина сильна, а мы слабы. Нас всего двое, не очень крупных мужчин и одна маленькая женщина. Мы сломаем себе спины и разобьем сердца, если будем тащить якорь руками. Пусть лучше поработает за нас машина. Тогда возникает вопрос о передаче энергии с машины на ворот. Когда все это окончательно решено, мы начинаем распределять пространство между машинным отделением, кухней, ванной, кают-компанией и отдельными каютами. И сказка про белого бычка начинается с изнова. Наконец, когда вопрос с мотором выяснен окончательно, я посылаю в Нью-Йорк по телеграфу тарабарщину вроде следующей. Коленчатую передачу оставить. Поместите, соответственно, компрессор главной передачи расстоянии 10 футов 6 дюймов передней части маховика ближе к корме. Напряжение при выработке деталей Хорошая вещь. Но попробуйте-ка потанцевать около вопроса, какая система приводов для рулевого колеса будет лучше. Или решить, как закреплять снасти по-старому талями или по-новому особыми застежками. Как поместить компас ровно посредине против руля или несколько в стороне от него. У заправских моряков по поводу всех этих тонкостей имеются целые библиотеки. Потом выдвигается вопрос о хранении газолина, которого будет 1500 галлонов. Вопрос о лучшей системе огнетушителей на случай его воспламенения. Затем маленькая очаровательная проблема спасательной шлюпки. Когда наконец и с этим покончено, вылезает повар с мальчиком для услуг и со всеми прочими кошмарными подробностями. наше судно очень невелико и мы будем в нем очень плотно упакованы. Вот почему все ужасы прислуги на суше совершенно бледнеют перед нашим положением. Мы нашли одного боя и почувствовали после этого невероятное облегчение. Но вдруг бой влюбился и отказался ехать. Примечание Бой по-английски мальчик Конец примечания Где же тут найти время проштудировать навигацию, если разрываешься между всеми этими неотложными вопросами и необходимостью заработать деньги, чтобы иметь право ставить себе эти вопросы? Ни Роско, ни я собственно навигации не знали. А лето уже прошло. Скоро мы двинемся. Вопросов все больше и больше. Сокровищница же наших знаний по-прежнему наполнена благими намерениями. Ну ладно, как-нибудь сойдет. Мореплавание изучается годами. А мы оба все-таки были когда-то матросами. Если мы не найдем времени сейчас, мы захватим с собой книги и инструменты в достаточном количестве и будем изучать навигацию в открытом море между Сан-Франциско и Гавайскими островами. Есть и еще одна сторона нашего путешествия на Снарке чрезвычайно печальная и даже опасная. Роско является последователем некоего Сойрус-Эртида, а этот Сойрус-Эртид придерживается космография, несколько отличающаяся от общепринятой. Роско полагает вместе с ним, что поверхность Земли вогнута и что мы живем на внутренней стороне полой сферы. Таким образом, когда мы с ним будем плыть на одном и том же судне на Снарке, Роско будет путешествовать вокруг света по внутренней стороне полой сферы, а я по внешней. Об этом я впоследствии поговорю подробно. Возможно, что к концу плавания мы договоримся до чего-нибудь. Я даже надеюсь втайне, что мне удастся уговорить его закончить путешествие на внешней стороне. Но беда в том, что он в свою очередь надеется в глубине души, что еще до возвращения в Сан-Франциско я окажусь внутри Земли. Как это он умудрится протащить меня сквозь земную кору, я не знаю. Но только Роско очень способный человек. По скриптам. Опять этот мотор. Если уж у нас будут мотор и динамо, и аккумуляторы, то почему бы не завести машины для приготовления искусственного льда? Лед под тропиками. Да ведь это будет полезнее для нас, чем хлеб. Лед должен быть. Теперь я погружаюсь в химию. И опять болят мои губы, и опять болят мои мозги, и опять неизвестно где взять время на изучение навигации.